На прошлом занятии я предложил вам идею, что человеческие существа воспринимают мир как место для действий через призму их социально-когнитивной биологической подструктуры. И я сделал этот аргумент на основе предположения, что наша первичная среда на самом деле — это другие люди. И я упомянул, что я верю, что эти другие люди расположены в иерархиях влияния и авторитета или власти, или доминирования, как это часто упоминается. И что иерархия доминирования как структура существует как минимум 300 миллионов лет, что делает её старее деревьев. И по этой причине вы разделяете одну и ту же нейробиологию, которая управляет вашим наблюдением вашей позиции в иерархии, как это делают лобстеры. И это выдающийся факт. Это удивительно, что лобстеры используют серотонин как механизм для оценки своего статуса. И что изменение работы серотонина в лобстерах приводит к изменению в их поведении. Это может помочь лобстеру преодолеть поражение, например. Это очень похоже на то, что происходит с людьми, когда они принимают антидепрессанты. Это хороший пример сохранения биологической структуры эволюции. И ещё одна хорошая иллюстрация непрерывности жизни на Земле. Это по-настоящему удивительно, но другая вещь — это свидетельство того, что древняя природа социальной структуры... Сейчас мы склоняемся думать о социальной структуре как о чём-то отличном от природы. Потому что социум, я полагаю, мифологически противопоставлен в повествовательной форме. Культура противопоставлена природе. Это город в лесу. Но город существовал уже долгое время, так сказать. И структура города — это также часть природы. И иерархия доминирования — это часть природы. И из-за того, что всё это такое древнее, вы должны учитывать это как часть механизма, который играл роль в отборе, в процессе естественного отбора. Так что, грубо говоря, что с виду происходит — это то, что есть множество иерархий доминирования, особенно в сложных человеческих сообществах. И многие из них мужественны по структуре. Это иерархии доминирования, в которых соперничали в основном мужчины, и это было исторической нормой. И некоторые мужчины добирались до вершины, основанной на том, на чём была основана иерархия доминирования. И они выбирали себе пару. Это хорошая стратегия для женщин, потому что зачем... И самки многих видов животных делают именно это. Они дают самцам сразиться друг с другом и выбирают победителя. Или часто доминирующие самцы... Не остаётся выбора со стороны самок, потому что доминирующие самцы отгоняют всех подчинённых самцов. Но с людьми это обычно так, что у женщин есть возможность сделать как минимум хоть какой-то выбор. И поэтому у нас есть... Если вы подумаете об этом, это предполагает то, что мы развивались, чтобы подниматься по иерархиям доминирования. И я бы сказал, это даже не совсем так, потому что есть много разных иерархий доминирования. И навыки, которые вы можете использовать, чтобы подняться по одной, могут быть не обязательно такими же, которые вы используете, чтобы подняться по другой. И тогда я бы сказал, что мы развивались для того... И я всё ещё говорю по большей мере о мужественной стороне вещей, говоря исторически, для способности подниматься по набору всех возможных иерархий. Это целиком другая идея. Это как усреднённая иерархия на протяжении огромного промежутка времени. И я думаю, что по этой причине среди остальных мы развили общий интеллект. Потому что общий интеллект — это главный механизм решения проблем. И, похоже, он независим от ситуации, так сказать. Конечно, была гонка вооружений для развития интеллекта между мужчинами и женщинами, потому что каждый пол должен не отставать от другого. И у женщин есть свои иерархии доминирования. В этом нет никаких сомнений. И, конечно, сейчас мужчины и женщины всё больше соперничают в одних и тех же иерархиях. Мы пока ещё точно не знаем, как с этим разобраться, потому что это необычайно новый феномен. Но в любом случае, из-за постоянства иерархии доминирования она стала представленной в фундаментальных повествованиях. Потому что люди, и это то, что объединяет нас везде, это то, что банкира с Уолл-стрит объединяет с калахарским бушменом Кунг, который представляет... Генетически говоря, они кажутся очень близкими с тем, какими были наиболее первобытные люди в Африке перед диаспорой около 50 тысяч лет назад. Но оба этих человека, несмотря на их огромные отличия, живут в обществах, в которых есть иерархическая структура, которая состоит из индивидов, которая встроена в естественный мир, мир за пределами иерархии доминирования. Это стандартная человеческая среда, я бы сказал. Так что истории, полагающиеся на представление этих сред и их взаимодействий, являются тем, что вы могли бы описать как универсальные истории. И поэтому люди могут их понимать. И я бы сказал больше, и это опирается значительно на выводы работы Карла Юнга, потому что я думаю, он погрузился в это глубже, чем кто-либо. Так что многое из этого относится к Юнгу в своих истоках. Сходство между людьми... У вас должно быть что-то общее, чтобы общаться. Аксиоматические сходства. Потому что иначе вы должны объяснять всё. Есть много вещей, которые люди не должны объяснять друг другу. Нам не нужно объяснять злость. Нам не нужно объяснять зависть. Нам не нужно объяснять страх. Нам не нужно объяснять боль. Нам не нужно объяснять радость. Нам не нужно объяснять любовь. И так далее. Это встроено в нас. Это свойства людей. Вы можете сказать, что эти свойства и стандартная человеческая среда производят стандартные повествования. И тогда вы можете даже продолжить дальше, я бы даже сказал, прыгнуть вперёд, и сказать, что те, кто играют роль победителей в этих стандартных историях, являются в точности людьми, которые достигают победы в жизни. И я бы сказал, биологически они представляют собой более привлекательных партнёров, но также я верю, что есть параллель между человеческим благополучием, и это очень слабый термин, и участием в этих мета-повествованиях, ведущих к успеху. Потому что вы хотите провал или успех? Успех — это сложно, вы должны принять на себя много ответственности, так что вы можете захотеть попробовать быть неудачником. Но я не буду делать предположение, что это приведёт вас к ситуации, в которой вы не будете испытывать много расстройства, злости, разочарования, депрессии, боли и тревожности. На дне кучи. Так что обычно это не то, к чему стремятся люди. Хотя при определённых обстоятельствах, если людям не нравится ответственность, и они готовы рискнуть, они могут принять безответственность и её очевидную свободу, вместо необходимости всё продумывать на средний и долгий срок. Но да ладно. Мы остановились здесь. Я сделал предположение, что одно из первичных представлений было знанием или культурой, или порядком, или исследованной территорией, или иерархией доминирования. Эти вещи, грубо говоря, взаимозаменяемы с репрезентативной точки зрения. В мультфильме «Король-Лев» это представлено скалой Прайда, что есть центральное место ориентирования, основанное на скале, которое относится к типу вещей, в которые люди вкладывают свои воспоминания. Поэтому мы делаем скульптуры и надгробные камни и тому подобное. Камень представляет постоянство. Иметь скалу под ногами — это быть на твёрдом основании. И это пирамида в каком-то смысле в этом фильме. И на вершине пирамиды — король и королева. И их ребёнок. Это божественная пара. Это один из способов думать об этом. А Симба, конечно, это новорождённый герой. Вы понимаете это, несмотря на то, что это львы, и рисунки львов, и животные отыгрывают роли. Вам абсолютно не важно, что эти персонажи нарисованы, и что вы смотрите вымысел. И я бы сказал вам, говоря о вымысле, «Ну, знаете, вы можете сказать, является ли вымысел правдой или нет?» И ответ на это — и да, и нет. Это неправда в том, что изображённые вымысли события произошли в мире. Это не так. Но вымысел — это правда так же, как числа — это правда, я бы сказал. Если у вас одно яблоко и один апельсин и один банан, общее, что есть у этих трёх вещей, — это один. И вы можете сказать, является ли единица такой же реальностью, как один фрукт. Абстрактная единица такая же реальная, как один фрукт. И я бы сказал, это зависит от того, что вы понимаете под реальностью. Но представление вещей математически и абстрактно даёт нам невероятную силу. И вы могли бы доказать, что абстракция на самом деле более реальна, чем феномен, который она представляет. И, конечно, математики могли бы это доказать. Они бы сказали, что математика в каком-то смысле более реальна, чем феноменальный мир. И, конечно, вы не должны в это верить. По большей части это вопрос выбора в каком-то смысле. Но вы не можете отрицать тот факт, что у абстракции есть достаточно реальности, чтобы вы, умело используя её, могли по-настоящему изменить мир невероятно мощными способами. Вся вычислительная техника, которой вы пользуетесь, построена на абстракциях 1 и 0, по сути. Посмотрите, что из этого получается. Так что я бы сказал, говоря о вымысле, если взять кого-нибудь как Достоевский, это мой любимый автор, кстати, я бы очень рекомендовал вам прочитать все пять его великих романов, потому что они непревзойдённы в их психологической глубине. Так что если вы интересуетесь психологией, Достоевский — это ваш человек. Толстой больше социолог, но Достоевский, он доходит прямо до самого дна вопросов и ни в чём себе не отказывает. Преобразующее чтиво. Ну да ладно. Персонаж Достоевского, персонаж по фамилии Раскольников, это персонаж из «Преступление и наказание», и Раскольников — это материалист, рационалист, я бы сказал, что было довольно новым типом человека тогда, в 1880-е. Он был как бы охвачен идеей, что Бог умер и убедил себя, что единственная причина, по которой кто-либо вёл себя морально, традиционно, была в трусости. Все были неспособны удалить из себя ограничения простой условности и вести себя в манере кого-то, кто приподнялся над нормами. И он мучается этими идеями. Он практически голодает, он студент права, у него недостаточно еды, у него немного денег. Так что, знаете, он и мыслит не так ясно. У него много семейных проблем. Его мать больна и не может отправить ему достаточно денег. Его сестра планирует вступить в брак без любви с кем-то, кто довольно тираничен. И кто, как она надеется, предоставит семье достаточно денег, чтобы он мог продолжить учиться в университете. И они пишут ему смелые письма, говоря, что она очень влюблена в этого парня, но он достаточно умен, чтобы прочитать между строк и понять, что его сестра просто планирует отдаться за деньги в альтруистичной манере. И он не очень рад этому. И в то же время, пока все это происходит, он узнает об этой проценщице, которой он закладывает свое последнее имущество. Она ужасный человек, и не только по его оценке. Ей закладывают много вещей со всего района, и людям она сильно не нравится. Она жадная, жестокая, и лживая, и обиженная. И у нее есть племянница, которая не очень умная, умственно неполноценная, которой она, грубо говоря, относится как к рабу и постоянно бьет. И Раскольников вовлеченный в этот бардак и наполовину голодающий и немного в бреду. И одержимый этими странными новыми нигилистическими идеями решает, что лучшим выходом из этой ситуации будет просто убить проценщицу, взять ее богатство, с которыми она все, что делает, это хранит в сундуке. Освободить племянницу — это, кажется, хорошая идея. То есть убрать одного очевидно ужасного и бесполезного человека из мира, освободить его сестру от необходимости брака без любви и позволить себе пойти в университет, где он сможет стать образованным и сделать что-то хорошее для мира. Одна из вещей, которая прекрасна в Достоевском, это то, что он, знаете, иногда, когда кто-то спорит с кем-то другим или когда спор происходит в голове, люди делают оппонента чучелом. То есть, грубо говоря, они карикатуризируют взгляд оппонента, и пытаются сделать его максимально слабым и смеются над этим. Потом они приводят аргумент и уничтожают чучело, и чувствуют, что добились победы. Но это очень жалкий способ думать. Это вообще не мышление. Мышление — это когда вы принимаете обратную сторону от ваших предположений и делаете аргументы настолько сильными, насколько это возможно. И тогда вы соперничаете своими взглядами с этим сильным, железным человеком, не чучелом. И вы спорите, и вы сражаетесь. Это то, что Достоевский делает в своих романах. Люди, которые стоят за антитезой того, во что Достоевский на самом деле верит, это часто сильнейшие, умнейшие и иногда самые восхитительные люди в книге. Он проявляет большое моральное мужество, делая это. И Раскольников, что он хотел сделать, это сделать персонажа, у которого были все причины совершить убийство. Все разумные причины. Философские, практические, даже этические. Так что Раскольников идет и убивает старуху топором. И это идет не так, как он ожидал, потому что, как он обнаружил, Раскольников после убийства и Раскольников до убийства — это не один и тот же человек. Совсем. Они даже не рядом, чтобы быть похожими. Он вошел в совершенно другую вселенную. И Достоевский проделывает прекрасную работу, описывая эту вселенную ужаса и хаоса и обмана и страдания и страха и всего такого. Он даже не пользуется деньгами, он просто закапывает их в переулки сразу, как только может и больше не хочет к ним прикасаться. Но да ладно. Причина, по которой я вам это рассказываю, это потенциально заинтересовать вас книгой, потому что это удивительная. Удивительная книга. Но еще и потому, что вы можете сказать, правда ли то, что случилось с Раскольниковой? Является ли история в этой книге правдой? И ответ на это с точки зрения фактов, очевидно, это не правда. Но тогда, если вы подумаете о Раскольникове как о воплощении конкретного типа человека, который жил в то время, и воплощении определенного вида идеологии, которая пронеслась по Европе и на самом деле вторглась в Россию, что вообще-то было предвестником, философским предвестником Российской революции, тогда Раскольников более реален, чем любой один человек. Он как составной образ. Он как человек, чьи нерелевантные детали были убраны с целью описания чего-то о структуре мира. Так что я люблю думать о таких вещах, как о метареальных. Метареальных. Они более реальны, чем реальность. И, конечно, это то, что вы ожидаете от людей, когда они рассказывают вам о своей жизни, о своем дне. Вы не хотите фактическое описание каждого движения мышц. Вы хотите, чтобы они сдистилировали их опыт до сути, что есть значимость опыта. И значимость опыта — это, грубо говоря, то, что вы можете извлечь, когда слушаете опыт, который изменит то, как вы смотрите на мир, и что делаете в мире. Это ценная информация. Вам могут рассказать ужасную историю, и это может быть ценно, потому что это может сказать вам, как не смотреть на мир. Смотреть на мир и действовать. Или вам расскажут позитивную историю, вы можете извлечь выгоду в обоих случаях. Поэтому нам также нравится ходить смотреть истории об ужасных психопатических головорезах. И будем надеяться, мы научимся не быть такими. Хотя в этом есть дополнительные преимущества. Вы можете сказать, что кто-то не способен на жестокость, это более высокое моральное существо, чем кто-то, кто способен на жестокость. И я бы сказал, и это также соответствует Юнгу, что это неправильно. Это опасно неправильно. Потому что если вы не способны на жестокость, вы абсолютная жертва всех, кто способен. И поэтому отчасти люди ходят смотреть антигероев и злодеев, потому что в них есть часть, которая кричит наружу, чтобы слиться с монстром внутри. И это то, что дает им силу характера и самоуважения. Потому что невозможно уважать себя, пока не отрастишь зубы. И если отрастить зубы, то осознаешь, что ты в какой-то степени опасен. Или, может быть, отчасти очень опасен. И тогда ты можешь больше хотеть требовать от себя уважения к себе и от других людей того же. И это не значит, что быть жестоким лучше, чем быть нежестоким. Это значит, что быть способным быть жестоким и при этом не быть жестоким лучше, чем быть неспособным быть жестоким. Потому что в первом случае ты ничего, кроме слабости и наивности. А во втором случае ты опасен, но ты держишь это под контролем. Многие боевые искусства концентрируются именно на этом, как на части их философии тренировок. Это как «мы не тренируем тебя драться, мы тренируем тебя быть мирным и бдительным и избегать драки». Но если так случится, что ты должен вступить в нее, я полагаю, что философия еще в том, что если ты компетентен в борьбе, это на самом деле снижает вероятность, что тебе придется драться. Потому что когда кто-то давит на тебя, ты сможешь ответить с уверенностью. И если повезет, и это точно бывает с задирами, если повезет, разумного проявления уверенности, что по сути то же самое, что проявление доминирования, будет достаточно, чтобы задиры отвалил. Так что сила, которую вы развиваете в вашей чудовищности, на самом деле лучшая гарантия мира. И это отчасти почему Юнг верил, что это необходимо для людей, интегрировать их тень. И он сказал, что это было ужасно для людей, которые пытались. Потому что человеческая тень, что есть все те вещи в вас, которые вы не хотите осознавать, достает до самого ада. И что он имел в виду под этим, это то, что через анализ вашей собственной тени вы можете прийти к пониманию, почему другие люди способны, и вы тоже, на те ужасные злодеяния, которые характеризуют, скажем, 20 век. И без этого понимания невозможно взять это под контроль. Когда изучаешь нацистскую Германию, например, или Советский Союз, в частности при Сталине, и спрашиваешь себя, какими были эти преступники, забудьте о жертвах, давайте поговорим о преступниках, и ответ — они такие же, как вы. И если вы не знаете этого, это просто значит, что вы не знаете ничего о людях, включая вас самих. И еще это значит, что вам нужно обнаружить, почему они такие же, как вы. И поверьте мне, это не пикник. Этого достаточно, чтобы травмировать людей, и отчасти поэтому так не делают. Также отчасти поэтому по пути к просветлению и мудрости ходят редко. Потому что если бы это было только про получение удовольствия и про то, что делает вас счастливыми, то все в мире были бы образцами мудрости. Но все совсем не так. Это про столкновение с тем, с чем вы меньше всего хотите столкнуться. Новый перевод каждую неделю. Подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok